Приветствую вас. Вы знаете, вот, считая ваш вопрос, я хотел бы задать вам встречный вопрос. Вот вы говорите, что у вас депрессия из-за расставания с мужем. Депрессия у вас откуда? То есть, откуда вы знаете, что у вас именно депрессия? То есть, если у вас депрессия, то депрессия это заболевание психическое. И, соответственно, психическое заболевание диагностируется врачом, психотерапевтом, при его наличии, конечно, и, соответственно, назначается лечение. Вы говорите, что у вас 4 года. Это длится. Срок, и, конечно, очень большой. 4 года это серьезный срок. Тут даже говорить не говорить нечего. Вот. И за 4 года у вас вполне вероятно действительно могла образоваться депрессия. Но тогда вам нужно обратиться к врачу, чтобы он вам ее диагностировал и начал лечить. В том числе и медикаментозно. Медикаменты помогут вам прийти в такое состояние, чтобы вы могли адекватно воспринимать терапию. Ну, адекватно воспринимать терапию с психологом, например. И все. И вот тогда у вас действительно появится результат. А пока вы этого не делаете, например, если вы этого не делаете, опять же, например, то откуда может появиться какой-то результат? Да? Это первое. Второе заключается в том, что вы, как это видится мне, не закончили отношения до конца с мужчиной. То есть вы расстались, но отношения не закончились с ним. И из-за этого у вас такое вот состояние. То есть ваш муж, он как бы, как бы живет-то дальше в своей жизни, а вы нет. И вполне вероятно, что речь идет о том, что вы просто-напросто никому не выговорились. Ну вот, знаете, бывает такое, что переживаешь о чем-то, переживаешь очень сильно, а выговориться некому. Рассказать, поделиться своей болью, получить обратную связь и так далее. Возможно, что-то понять для себя. Ну вот, такого нет. Тем более, что у вас ребенок, и вы наверняка испытываете трудности и с свободным временем своим. Наверняка вы испытываете трудности и с личной жизнью. Потому что, ребенок, как бы, не дает вам возможности себя реализовывать. Возможно, именно ребенок, опять же, не дает вам необходимых обстоятельств для того, чтобы почувствовать себя слабой, хоть ненадолго, чтобы прогрессировать, чтобы, может быть, я не знаю, поплакать, там, и так далее. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. Вот. И Соответственно, соответственно, если мы говорим в таком ключе, то я думаю, что вам обязательно нужно разобрать причины вашего расставания с мужем. вообще для себя увидеть, вот, что изменилось для вас, допустим, с его уходом, что поменялось для вас с его уходом, что вы потеряли. и тогда вы сможете это восстановить. Тогда вы сможете это получить собственным способом, собственными силами и так далее. и тем самым, тем самым, тем самым, вы освободитесь от депрессии и от зависимости от него. Вот. Но это работа. То есть, для этого нужно усилия приложить. для этого нужно в себе разобраться, проанализировать. И вопрос в том, готовы ли вы анализировать. Вот что важно, как мне кажется. Понимаете? Поэтому, исходя из того, что я вам сказал, да, первое, необходимо подумать, почему вы не можете, значит, почему вы не можете отношения завершить, почему вы не можете избавиться от этих отношений, почему вы не можете забыть своего мужа, кто он для вас, что он для вас значит и так далее. Это первое. И второе, нужно подумать, как следует о том нашествии, что изменилось в вашей жизни после того, как он ушел. Вот конкретно, что изменилось? Прямо просто конкретно об этом нужно разговаривать. Что изменилось? Почему? Как вы относитесь к тому, что он от вас ушел? готовы ли вы, например, принять его обратно, если он вернется, допустим? Если да, то почему опять же с чем руководствуетесь вы, если готовы принять его? Если не готовы принять, то опять же момент здесь такой, а чего тогда в депрессии? Почему депрессия тогда, если не готовы его принять? Знаете, то есть здесь вот такая немножко двоякая ситуация, но ее можно в принципе вполне разобрать, если вы готовы работать с психологом? Ну и пожалуй отдельным пунктом я бы хотел вынести то, что вы говорите вот ничего не помогает. А что вы делали? Да, собственно говоря, чтобы помогло. что вы делали? Кому обращались? Может быть там что предпринимали? Вы же ничего этого не пишете. И соответственно непонятно что вы делали тогда. понимаете, нужно сперва пересмотреть то, что вы делали. Значит, и подумать правильно ли вы делали. Легче просто так само собой не станет, если вы не будете ничего для этого делать. ушел муж, дай ему дорога, так ему и надо, это он потерял, а не вы. Знаете, как нужно воспринимать то, что он ушел? Это он потерял, а не вы. А вы проецируете это на себя. ну и естественно, конечно, и 4 года может пройти, и 5 лет пройдет, и 10 лет пройдет, вы будете в этих отношениях до сих пор. Потому что вы не делаете ничего, вы не выплескиваете негатив, вы не выговариваетесь, не корректируете свое поведение, свое отношение к себе не меняется. а это работа. И это работа в первую очередь конечно регулярная с психологом. Изменение отношения к себе, изменение восприятия себя постепенно, изменение восприятия мужа, бывшего мужа, как я понял, и так далее. Понимание причин, почему расстались, проработка адекватной возможности его возвращения да или нет. Ну вот. Вот это правильный подход. Но в любом случае позиционирование себя как более уверенного человека опять же в себе необходимо. Если вы не будете этого делать, то даже если вы встретите еще какого-нибудь мужчину, и даже если у вас с этим мужчиной получится что-то, то ситуация будет точно такой. Вы опять попадетесь в эту же самую зависимость. а почему да, вот почему так? Потому что для этого есть предпосылки. И предпосылки эти с вашей стороны я не могу сказать какие они конечно проблемы с родителями значит страх какой-то например остаться одной не уверены в себе бодребностная сфера ну ваша ваша бодребностная сфера неизвестно неизвестно но разбираться нужно в любом случае сперва понять причину почему вы застряли в этом вот состоянии что именно вас удерживает в нем а потом уже выработка стратегии поведения для преодоления этой самой причины но опять же не для побаривания ее заметьте а именно преодоления то есть чтобы это обстоятельство больше таковым не являлось для вас само обстоятельство было если будет а вот ваше отношение к нему изменится при регулярной работе и при корректировке на этом все надеюсь помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...